Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости. В студии Николай Ухин. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов во время подведения итогов своей двухдневной поездки. Напомним, Вячеслав Фетисов побывал в спортхолле Айка, в диспетчерском пункте Центра мониторинга зданий и сооружений, на площадке серной программы и на озере Долгом. Депутат Госдумы высоко оценил перемены, которые сегодня происходят в городе. Городская среда в ближайшее время приобретет совершенно другой вид, будет приятно находиться на улице, ну и все, что связано с социальными объектами. Мы были в спортивном комплексе, который, я считаю, лучшие в арктической зоне, таких и в Европе, и в Америке не встретишь. Вот таких будет очень много. Построены новые школы, детские сады, поликлиника, все, что связано с обеспечением людей. Но главная тема в фокусе внимания Вячеслава Фетисова, конечно, экология. Депутат также является председателем Всероссийского общества охраны природы. Теперь свой представитель этой организации будет и в Норильске. Вячеславу Фетисову представили Анастасию Король. Создание здесь у нас Центра Всероссийского общества охраны природы для нас это тоже очень важный шаг в тех изменениях, которые мы для себя наметили. Мы договорились о плотном взаимодействии. И еще раз хочу сказать свою благодарность за поддержку депутатов Государственной Думы в части реализации тех планов, которые мы наметили по очистке нашего города, по очистке нашего арктического Норильска от накопленного вреда, по его озеленению. Это очень важно. Это то, чего ждут норильчане в ближайшее время. Я сегодня доволен нашей встречей. Большие планы наметились. И я надеюсь, что как депутат Госдумы, который по профилю занимается сегодня проблемами экологии, все эти наработки, моменты, которые требуют, допустим, изменения законодательства, будут предложены со стороны мэра, который живет в условиях, требующих этих изменений. Мы тоже будем продвигать эти все инициативы. В воскресенье в город забрел медведь. Косолапый бродил по Аганеру, очевидно, в поисках пищи, рылся в мусорных баках. Вообще, дикие животные нередко появляются в окрестностях города. Но это история с печальным концом. Хищник подошел слишком близко и был уничтожен. Подробности в следующем сюжете. Численность бурого медведя в нашем регионе в настоящее время уточняется. Однако эксперты отмечают, в последнее время в крае она увеличивается. И к людям они стали выходить чаще. Специалисты, ученые, биологи, тереологи заповедников Таймыра говорят о том, что, конечно же, это не типичное поведение, это аномальное поведение. Потому что вообще-то дикий зверь, в частности медведь бурый, конечно, не выходит на селитебную территорию. Он человека боится, бурый медведь. И это следствие аномального поведения. Ну, а здесь уже, может быть, на самом деле очень много причин. Ну, конечно, одна из причин та, что наш с вами город находится в непосредственной близости, так сказать, от ареала обитания бурого медведя. То есть у нас нет каких-то там прерывистых территорий, где бы он не обитал. То есть вот город заканчивается, начинается ареал, так сказать, обитания этого зверя. Вторая причина, безусловно, это так называемый антропогенный фактор. А именно, ну, мы любим не особо за собой убирать. Иногда бывают и свалочки в неположенном месте. И, безусловно, это такая провокация со стороны человека. Потому что легкая добыча для бурого медведя, который особенно только что проснулся после спячки, он голоден. Естественно, вкусная пахнущая пища – это, так сказать, провокация, безусловно. Отметим, что некоторые жители района, увидев медведя, вели себя легкомысленно, приближались к нему, чтобы снять эффектные кадры на телефон. Не исключено, что Мишка в город уже приходил и был прикормлен людьми. Если так, то именно добрые люди, давшие когда-то маленькому медвежонку еду, оказали ему медвежью услугу. Ведь теперь он стал большим и опасным. Человек не присутствует в пищевой цепочке бурого медведя, в отличие от белого. Случаи нападения бурого медведя на человека в Норильске и прилегающей территории не зафиксированы и вообще исключительны. Однако он опасен, как любое дикое животное. Если медведь подумает, что человек представляет ему угрозу, опасность, ну, например, хочет отобрать у него прекрасный вкусный кусок мяса с помойки, то он будет защищать этот кусок мяса. И тут, конечно, может быть страшная беда. Медведя отстрелил сотрудник Росгвардии. В местном отделе сообщили, что решение было принято в территориальном отделе государственного контроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. В соцсетях фото убитого зверя вызвало неоднозначную реакцию, ведь случаи появления в городе медведей уже были. Так, в 2019-м в Норильске организовали целую спецоперацию по спасению истощенной белой медведицы, которая также забрела к людям. Медведицу перевезли в Красноярский парк Роев Ручей, в просторный вольер с бассейном, большой берлогой и множеством игрушек. Ее назвали Марфой и приложили большие усилия, чтобы выходить. Почему же в этот раз хищникам не стали церемониться в охотнодзоре, пока не пояснили. Екатерина Алексеева, Ольга Ерохина, Евгений Журнов, Норильские новости. Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 19 мая вечером в Толнахе, привлекло массу внимания со стороны пользователей соцсетей. Не масштабами повреждений, а стилем общения одного из инспекторов. Как сообщают в местном отделе МВД, 39-летний водитель Форда Куга не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Kia Sportage, которым управляла 37-летняя женщина. На месте работали госавтоинспекторы. В ходе оформления прибора показали у водителя допустившего столкновение наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Пока инспекторы занимались бумажной работой, на место подъехали еще 8 человек – знакомые водители. Целью их визита стала попытка убедить женщину дать ложные показания. Якобы за рулем был другой, трезвый человек. Напуганная автомобилистка обратилась к полицейскому. Честь женщины инспектор отстоял. При этом его выражения были далеки от формальных. Запись разговора попала в соцсети и вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Кто-то уверен, что сотрудник ГАИ повел себя должным образом. Кто-то, что серьезно превысил полномочия. В дальнейшем женщина, пострадавшая в ДТП, позвонила на телефон доверия Главного управления МВД России по Красноярскому краю и выразила благодарность инспектору ГИБДД за помощь. В свою очередь с инспектором госавтоинспекции будет проведена профилактическая работа, направленная на недопущение неофициального стиля общения и незамедлительного реагирования в установленном законном порядке по пресечению противоправного поведения. Подрядные организации приступили к мойке остановочных павильонов. Такие работы проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в месяц. На территории города около 140 остановочных пунктов. Сборно-разборные из поликарбоната, железопетонные, металлические и новые теплые павильоны. Все они нуждаются в уходе. Так рабочие очистили порядка 60% всех остановок. К сожалению, помимо естественного загрязнения, с постоянной периодичностью павильоны подвергаются вандализму со стороны жителей и гостей города. Они разрисовываются аэрозонными красками, ломаются элементы их остекления. Уже с начала этого периода подрядные организации сталкиваются с повторными фактами изрисовки и повреждения павильонов. Отметим, городская администрация постоянно ведет поиск вандалов. Так к ответственности привлекли родителей подростка, который ногой выбил стеклопакет на теплой остановке в районе улицы Победы. В некоторых норельских школах уже прозвенели последние звонки. Так, праздник отметили в шестой школе. Впереди у ребят экзамены, выбор профессии и поступление в вузы. Отметим, что в остальных учебных учреждениях последние звонки состоятся 25 мая. Всего же в этом году со школьной жизнью прощаются 1083 выпускника. О планах на будущее со вчерашними школьниками поговорила Екатерина Алексеева. Этот звук знает каждый. С него начинается школьная жизнь, им же и заканчивается. Для выпускников шестой школы этот день особенный. Отметить последний звонок в девятом классе ребята не смогли, поэтому к нынешнему празднику готовились со всей ответственностью. Готовились на самом деле долго. Вальс мы репетировали вообще полгода примерно. Ну и ответное слово, подарок родителям тоже. Я думаю, около месяца. Через несколько лет эти ребята станут врачами, учителями, экономистами, юристами. У каждого свой путь и своя мечта. Анастасия Зверева, например, будет бороться с преступностью. Девушка грезит о профессии следователя. План на будущее? Ну, конечно, не хочется уезжать, но придется уехать, чтобы развивать дальше свои способности и поступить в юридический. В жизни вчерашним школьникам предстоит пройти немало испытаний. Первое после последнего звонка – это ЕГЭ. Сессия стартует 26 мая. 22 человека напишут экзамен по географии, 102 отправятся на химию, 72 – на литературу. Обязательный экзамен по русскому языку выпускники сдадут 30 мая, математику 2 и 3 июня. Ну и, конечно, допущены и, значит, должны сдать их только успешно, чего вам и желаю. Выпускные вечера пройдут в последнюю неделю июня, а дальше ребята примут первое важное жизненное решение – выберут ВУЗ. И, безусловно, вот это стремление ваше к мечте, которое обязательно осуществится, выбрать ваше, ваше, только ваше учебное заведение, поступить и потом стать профессионалом, и работать, и трудиться, и прославлять наш город, наш край, нашу страну. В предстоящем учебном году правительство утвердило квоты на целевое обучение. Особое внимание уделяется сфере медицины. Возможно, в этом вальсе кружится будущий врач, который спасет не один десяток жизней. Для нас всегда открыто в школе петь, прощаться с ней не надо, торопиться. Екатерина Алексеева, Владислав Моисеев, Норильские новости. Последние звонки отзвенели. Теперь у школьников испытания. Не только у выпускников 11-х классов, но и у девятиклассников. Ребята сдают ОГЭ. Это обязательное условие для перехода в 10-й класс. Так, сегодня состоялся обязательный экзамен по математике. Подробности в следующем сюжете. Математика, как и русский язык, один из обязательных к сдаче предметов. Еще два школьники сдают по выбору. По сути, ОГЭ – это то же самое, ЕГЭ, только следующей ступенью становится не вуз, а 10-й класс. Экзамены проходят в специально отведенных школах. Для проведения основ государственного экзамена в Норильске открыты 13 пунктов проведения экзамена и 4 пункта проведения экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на дому. Как и в прошлом году, экзамены проводятся в соответствии со всеми санитарными нормами. Но все же ежовые рукавицы коронавирусных ограничений сняты. Например, шахматная рассадка отменена. В аудиториях по 15 человек. Еще одно новшество касается экзамена по химии. Впервые в этом году включен в перечень заданий реальный эксперимент. И поэтому проверять задания данные будут специалисты-эксперты по химии. Тем, кто провалил ОГЭ по математике, расстраиваться не стоит. Пересдать можно будет 4 или 6 июля. В следующем девятиклассники напишут экзамен по обществознанию. Испытание пройдет 27 мая. Артем Чутюников, Николай Ухин, Евгений Журнов. Норильские новости. И к этому моменту у нас все. Следите за новостями на нашем телеграм-канале и на сайте norilsk.tv. В студии был Николай Ухин. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова